Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием. Блаженна Фифилакта с комментариями. Это наш трехтомник. У меня интересные появились данные. Я сегодня математикой занялся. Вот это Новый Завет. Полностью с откровением толкования. Впервые, чтобы вот так в одном комплекте Матфея, и, кончая откровением, вышел. Впервые за 2000 лет. И, кажется, еще особенного нет. Выходило до откровения. Откровение это совершенно отдельно другое было. Вот я сейчас могу даже немножко вернуться. Сейчас рассказал об этом. Послушаем. Еще получилось. Вот я сразу спрошу, как ты считаешь, вот этот Новый Завет с толкованием, и Новый, который в Библии зовут, этот насколько? Больше, меньше? А, с толкованием вместе? Ну, вот это вместе с толкованием. И который в Библии Новый Завет? Тут же больше, тут с толкованием. Насколько он больше? Раза в два, может. Раза в два, да. Вот давай, считай, что я нашел сегодня. Так, знаков без пробелов. В первом томе вот здесь вот. Вот в первом томе, вот. Ага. В первом томе. Сколько? 1500. Один миллион. Да. Пятьсот тридцать шесть тысяч двести сорок три. Да. Во втором томе, вот в этом вот, вот. Ага. Второй том. Сколько? Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч тридцать пятьдесят семь. И в третьем томе, вот он, третий на конце лежит. Один миллион четыреста девяносто пять тысяч сто пятьдесят пять. Итого все в трех томах Нового Завета С толкованием и комментариями Сколько? 4 миллиона 516 тысяч 755 Не, не в два раза, в четыре, наверное, раза больше где-то Теперь смотри Ветхий Завет Из канонических книг Сколько у него букв? 2 миллиона 59 тысяч 465 букв А в неканонических книгах Тут написано, сколько глав, стихов, слов И букв Сколько букв в неканонических? 500 тысяч 138 Новый Завет содержит сколько букв? 612 тысяч 909 Библия каноническая отдельно 2 миллиона 672 тысячи 374 букв Так, вся Библия с неканоническими книгами 3 миллиона 172 тысяч 512 Новый Завет в трех томах Вот этот, больше Нового Завета в Библии Примерно в 7,37 раза А, ну да, да Не в два А в 7,37 дальше Больше Святой Библии с неканоническими книгами Вот во сколько А смотри, какая точность В 1,423, 715, 654 Это все дальше идет Это триллионами Ну, в среднем В 1,424 Больше канонической книги В 1,69 раз Вот эти три тома, которые мы начитали Мы заканчиваем его Ну, в пределах где-то до Пасхи Мы уже закончим Полностью все три тома насчитаны будут Ну, это мы Ушло у нас в прошлом году сколько И нынче Вот так Ну, ладно Это завтра с одной будет считать Увидел? В 7 раз Да В 7? С чем? В 7,37 В 7,37 Вот она Больше, чем в Новом Завете Наш С толкованием Так Ну и мы Дальше начинаем свое Поехали Номер 9 Иван Галитриана 7,9,10 Сие сказавым Остался в Галилее Но когда пришли братья его Тогда и он пришел на праздник Не явно А как бы тайно Толкование блаженного Феофилакта Вначале он отказывался идти Потому что иудеи Пылали яростью А потом отправляется К окончанию праздника Когда естественно И ярость их ослабела Ибо он взошел не праздновать Но учить И не с пышностью Как обыкновенно делают Панигеристы Но тайно А что такое панигеристы? Ну не знаю Есть ролик в интернете Панигерик Там поздравляют Епископа Там какое-то священие Панигерик это восхваляет Не просто поздравляет А восхваляет Панигерики петь То есть хвалебную песню Возвышенную Укрывается он для того Чтобы подтвердить Свое человечество Ибо если бы он явился Они возъярились бы на него С намерением убить Его Он же не допустил бы Им сделать это Так как не наступило Еще время страдания Но будучи среди них Избег бы страдания И показался бы Воплотившимся призрачно Иоанн Толкование А было такое Что он не раз Через них прошел И ушел Да И Евангелие Тано 7.11.13 Иудеи же искали его На празднике И говорили Где он И много толков было О нем В народе Одни говорили Что он добр А другие говорили Нет Но обольщает народ Впрочем Никто не говорил О нем явно Боясь иудеев Вот что я К себе применяю Вот точно так же Везде Один добр Говорит Он Другой не добр А высказаться Бояться Боялись священников Боялись архиереев А Долкование Они не уважают Времени праздника Но хотят его Уловить наоном Слова обольщает народ Показывает Что клевещащий На него Суть из начальников Ибо если бы Они были из народа Они сказали бы Что он нас обольщает Но говорящий Что он обольщает народ Показывает Что они Не из народа А из начальников Смотри Пожалуй Начальство Везде Не откровенно А подначальные Остаются Прямыми Но Не имея Твердой воли И будучи Еще несовершенны Они несмелы Абсолютно точно Иоанна 7 14-16 Но в половине Уже Праздника Вошел Иисус В храм И учил И удивились Иудеи Говоря Как он знает Писание Не учившись Иисус Отвечая им Сказал Мое учение Не мое Но пославшего Меня Толкование Почему он Пришел В половине Праздника Для того Чтобы ослабить Их гнев И чтобы они С большим Прилежанием И вниманием Слушали речи Его Когда праздник Не заграждал Их слуха Ибо в начале Праздника Им естественно Было Развлечься Праздничную Обстановку Когда он Явился Внезапно То все Вообще Слушали Его И те Кои Называли Его Добрым И те Кои Называли Его Обольстителем Одни Чтобы получить Какую Нибудь Пользу И подивиться Другие Чтобы Привязаться К нему И схватить Его Как Обманщика Чему Чему Он Учил Евангелистов Не Сказал Но Что Он Предподавал Нечто Чудесное Чем И Занял Их Сие Евангелист Показал Словами Что Дивились Как Он Знает Писание Не Учившись Однако Хотя Дивились Злобное Намерение Их Не Изменилось Ибо Они Не Учению Дивились Не Речь Принимали Но Дивились Как Он Знает Писание То Есть Не Доумевали Изумлялись Что Обыкновенно Бывают Завидующими Вот Почему Они Завидуют От Зависти Все Делают Например У Кого Нибудь Есть Бедный Сосед Потом Случится Что Он Неоднократно Пройдет В Дорогой Одежде Завистливый Сосед Увидев Его Говорит Как Он Будучи Весьма Беден Оделся Так Богато Откуда У него Так Одежда Откуда Он Деньги Берет Клишки Издает Это Готов На СРУ Там Говорит Работает Сейчас Сегодня Слушал Одного Священника Он Говорит Вас Туда Приписывают Говорит Так Не потому Что Удивляется Делу Но Потому Что Его Снедает Зависть И Он К Очернению Соседа Употребляет Так Слова Без Сомнения Говорит Он Украл Эту Одежду Так И Иудеи Как Говорят Знает Писание Без Сомнения Силы Вильзевула Хотя Им Лучше Следовало Заключить Из Сего Что В нем Не Было Ничего Человеческого Но Так Как Они Не Хотели Признать Сего То Он Сам Говорит Нет Ничего Сам От Себя Вопреки Богу Я Ничего Не Говорю Но Что Принадлежит Отцу О Том Я И Говорю Иоанна 7 17 18 Кто Хочет Творить Волю Его Тот Узнает О Сем Учении От Бога Ли Оно Или Я Сам От Себя Говорю Говорящий Сам От Себя Ищет Славы Себе А Кто Ищет Славы Пославшего Его Тот Истинен И Нет Неправды В нем Толкование Сказав Что Мое Учение Не Мое То Есть Не Противное Богу Но Учение Отца Моего Говорит Что Кто Будет Творить Волю Божию То Есть Кто Освоится С Добродетелью А Не Будет Рабом Зависти И Не Мрачиться Напрасную Ненавистью Против Меня Тот Узнает Силу Слов Моих И От Отца Ли Я Говорю Или Нечто Чуждое Противное Ему Волю Божию Говорит Тот Кто Углубляется В Писание И Пророков Такой Человек Может Узнать Об Учение Господнем Что Оно От Бога Ибо Пророки Изображают Господа Не Противником Богу И Говорящим От Самого Себя Но Говорящим И Все Такое Что Угодно Богу Потом Присоединяет И Другой Довод Такой Кто Говорит Сам От Себя То Есть Хочет Вести Сво Учение Тот Не Для Другого Чего Это Делает Как Для Того Чтобы Через То Приобрести Себе Славу А Я Не Желаю Приобрести Себе Славу Но Ищу Славы Пославшего Меня Для Чего Я Стану Учить Тому Что Чуждо Ему Следовательно Я Истинен И Нет Во Мне Неправды То Есть Я Не Присвою Себе Славы Принадлежащей Другому Что Было Бы Несправедливо Посему Учение Мое Имеет Вместе И И Истину И Правду Он Не Чистолюбие Проистекает Чтобы Быть Ему Ложным И Несправедливым Ибо Чистолюбец И Лжет Говоря О себе То Что Превышает Его Достоинства И Неправду Творит Присваивая Себе Славу Чужую И Нисколько Ему Не Принадлежащую Но Господь Ищет Славу Отцу И Ничего Не Приписывает Самому Себе Комментарий Игнатия Лапкина Смысл Жизни Человека Как раз И Заключается В том Чтобы За время Этой Коротенькой Жизни На земле Достичь Божественных Качеств Стать Послушным Богу Научиться Быть Водимым Духом Божиим И Во всем Доверяться Богу Волю же Божию Творит Тот Кто Углубляется В Писание Матфея 6.10 Та Будет Воля Твоя И На земле Как На небе Ефесянам 5.17 Итак Не Будьте Нерассудительны Но Познавайте Что Есть Воля Божия Бог Открывает Себя Библию Какой Непростимый Грех Совершают Попы Богоборцы Когда Прячут От людей Слово Божие А значит И Волю Божию И Навязывают Людям Свою Волю Чтение Сорока Устов И Всего Чем Сегодня Наполнена Церковь Познавать Волю Божию Замыслы Божии Человек Может Только Из Слова Божия Из Святой Библии Сегодня Из Ста Книг Написанных По благословению Преосвященных Высокопреосвященных И святейших Едва ли найдешь Две или три В которых Не было бы Следов Поврежденного Человеческого Ума Православную Книгу От всех Прочих Очень легко Отличить Даже Начав читать Ее Средины В ней Обязательно Серьезное Повреждение Противоречащее Слову Божию Вымыслы Человеческие Буквально Рассыпанные На каждой Странице И судя по всему Исправление Никакого Не предвидится Эта Скиня Должна быть Полностью Пленена И разрушена И конец Сей близок Волю же Божию Творит тот Кто углубляется В Писании Исаи 55 8 Мои мысли Не ваши мысли Не ваши пути Пути мои Говорит Господь Но как небо Выше земли Так пути мои Выше путей Ваших И мысли мои Выше мыслей Ваших Иеремия 23 18 Ибо кто стоял В совете Господа И видел И слышал Слово Его Кто Внимал Слово Его И услышал Волю же Божию Творит Тот Кто углубляется В Писание Иоанна 7 19 20 Не дал ли Вам Моисей Закона И никто Из вас Не поступает По закону За что Ищете Убить Меня Народ Сказал В ответ Небесли В тебе Кто Ищет Убить Тебя Толкование Его Обвиняют В том Что Он Нарушает Субботу И Приступает Закон Он Противопоставляет Всему То Что Скорее Они Преступники Закона Закон Говорит Не Убий Исход 20 13 А Вы Ищете Убить Меня Значит Вы Преступники Закона А Не Я Итак Вы Сами Себе Позволяете Творить Неправду А Меня Обвиняете В Преступлении Закона За то Что Я Субботу Исцелил Человека Господь Сказал Никто Из вас Не Поступает По Закону Потому Что Убить Его Искали Все С Которыми Он Вел Речь Смотри С Какой Кротости Он Говорит С Ними А Они Напротив С Обидную Дерзостью Говорят Без В Тебе Они Так Дерзки Потому Что Думали Поразить Его И Устрашить Хотя Христос Сам Господь Моисея И Виновник Закона Но Уступая Слабости И Бесчувственности Иудеев Говорит Что Закон Дан Моисеям Ибо Они Не Могли Бы Спокойно Выслушать Что Закон Им Дан Не Моисеем А Им Владыку Моисея И Господом И И И И Иисус Продолжая Речь Сказал Им Одно Сдел Дело Одно Вы Дивитесь Моисей Дал Вам Обрезание Хотя Оно Не От Моисея Но От Отцов И В Субботу Вы Обрезываете Человека Если В Субботу Принимает Человек Обрезание Чтобы Не Был Нарушен Закон Моисеев На Меня Ле Негодуйте За То Что Я Всего Человека Исцелил В Субботу Не Судите По Наружности Но Судите Пруд Судом Праведным Толкование Что Иудеи Напрасно Восстают Против Господа Он Доказывает Сие Следующим Умозаключением Я Одно Дело Совершил Субботу Исцелил Расслабленного И Из-за Этого Все Вы Дивитесь То Есть Смущаетесь Поднимаете Тревогу Между Тем Сам Моисей Этот Законодатель Нарушил Субботу Когда Повелел Чтобы Всякая Душа Человек Обрезывались Восьмой День Левитам 12.3 Ибо Часто Случалось Что Восьмой День В котором Необходимо Было Обрезываться Приходился В субботу Посему Для обрезания Самим Моисеем Суббота Была Нарушаема И День Субботний Немало Не Возбраняет Человеку Обрезываться Хотя Б Восьмой День Случился В субботу Закон О покое Субботним Оставляется Чтобы Не Был Нарушен Закон Об Обрезании Если Это Так То Для Чего Вы На Меня Негодуете И Гневаетесь За То Что Я Субботу Исцелил Всего Человека Хотя Обрезание Было Не От Моисея Но От От Отцов Однако Жену Бывшее Не От Моисея Нарушало Закон О Субботе Данный Моисеем И Субботу Не Возбраняется Обрезание Освободил Человека От Болезни И Сделал Здоровым Не Судите По Наружности То Есть Судите Правильно И Нелицеприятно Моисея Нарушающего Субботу Обрезанием Вы Освобождаете От Порицания А Меня Нарушившего Субботу Через Благодеяние Человеку Вы Осуждаете Освобождать Моисея От Порицания Из Уважения К Его Достоинству И Осуждать Меня Который По Виду Бесславен Это Явное Лицеприятие Иоанна 7 25 27 Тут Некоторые Из Иерусалимлян Говорили Не тот Ли Это Которого Ищут Убить Вот Он Говорит Явно И Ничего Не Говорят Ему Не Удостоверились Ви Начальники Что Он Подлинно Христос Но Мы Знаем Его Откуда Он Христос Ж Когда Придет Никто Не Будет Знать Откуда Он Толкование Но Смотри Как Злоба Сама Себе Противоречит Начальники Их Когда Спрашивал Их Ирод Говорят Что Христос Рождается В Вифлеем Иудейском Матфея 2 4 5 А Они Говорят Что Никто Не Знает Откуда Христос Видишь Ли Противоречие И Опять В Другом Месте Говорят Мы Знаем Что С Видишь Ли Как Неистовы Говорящие Знаем И Не Знаем Есть Ли Что Подобное Сему Неистовству Но Они Имея Ввиду Одно Чтобы Не Обверовать Они Только Думали Об Оно Чтобы Не Поверить Посему Когда Для Них Было Полезно Они Говорили Знаем А Когда Было Невыгодно Утверждали Что Не Знаем И Так Противоречие Вытекает От Злобы И Ной Спросит На Каком Основании Говорят Они Что Никто Не Будет Знать О Христе Откуда Он И Если Бы Они Не Имели Какого Свидетельства Которые Ясно Сказали Ироду Что Христос Рождается В Вифлеем Иудейском И Тем Которые В другом Месте Говорят Что Христос Придет Из Селения Вифлеем Иоанна 7 42 Что же Отвечать Те И Другие Говорили Так На Основании Пророков Те Которые Говорили Что Христос Рождается В Вифлеем И Что Он Из Селения Давидова Очевидно Как и Матфей Замечает Имели В основании Свидетельство Пророка Михея Говорящего И Ты Вифлеем Земля Иудина Ничем Не Меньше Воеводств Иудина Ибо Из Тебя Произойдет Вождь Который Упастет Народ Мой Израиля Михея 2 Матфея 2 4 6 И Те Которые Говорили Что Никто Не Знает Откуда Придет Христос Основывали Свою мысль Также На свидетельстве Пророков Сам Мехей 5 2 Говорит Что Исходы Его От начала От дней Века Чем Ясно Означается Неизвестность Исхода Или Рождения Его Ибо Того Кто Имеет Исходы От начала И От дней Века Никто Из людей Не Может Знать Люди Во Времени А Он От дней Века И От начала Как же Временный Познает Вечное Исайя Также Говорит Роджи Его Кто Изъяснит 53 8 Основываясь На Сем Они Говорили Что О Христе Никто Не Знает Откуда Он Ибо Они Не Понимали Что Господь Иисус Двух Естеств И Что Откуда Он По Плотскому Рождению От Евы Именно Из Ифлиема Это Было Известно О Бестелесном И Несказанном Рождении Его От Отца Прежде всех Веков Говорится Что Рождение Его Выше Всякого Изъяснения Итак Иерусалимляне Си Говорят О Плотском Рождении И Говорят Что Знает Откуда Он А О Предвечном Рождении По Которому Никто Не Знает Христа Откуда Он Не Говорят Посему Не Зная Что Он Двух Естеств И По Одному Известен А По Другому Нет Говорят Что Он Не Христос Иоанна 7 28 29 Тогда Иисус Возгласил Храме Учай Говоря И Знаете Меня И Знаете Откуда Я И Я Пришел Не Сам От Себя Но Истинен Пославший Меня Которого Вы Не Знаете Я Знаю Его Потому Что Я От Него И Он Послал Меня Толкование Истинный Не Захотел Бы Послать Обманщика И Лжеца Но Вы Не Знаете Пославшего Меня Не Признаете Его Делами Своими И И Бо И В Звании Бывают Незнания Как Говорит Апостол Павел Они Говорят Что Знают Бога А Делами Отрекаются И Вы Иудеи Не Знаете Отца Моего По Причине Злых Дел Ваших И По Весьма Злому Намерению А Я Знаю Его И Знать Его Мне Не Препятствует Ни Противны Ему Дела Я От Него То есть Из Него Нет Иной Сущности Ни Чужой Ему И Он Послал Меня Здесь Ясно Указывается Два Естества Во Христе Словами Я От Него Существо Божеское А Словами Он Послал Меня Человеческое Ибо Сын Божий Называется Посланником Как и Рабом Божиим По Человечеству Иоанна 7 30 31 Искали Схватить Его Но Никто Не Наложил На Него Руки Потому Что Еще Не Пришел Час Его Многие Жизнарода Уверовали В Него И Говорили Когда Придет Христос Неужели Сотворит Больше Знамений Нежели Сколько Сей Сотворил Толкование Когда Он Счел Благовременно Пострадать То Есть Пришло Приличное И Удобное Время Тогда Он И Порядал Себя Распинателем Впрочем Если И Слышишь Что Многие Уверовали То Вера Их Не Была Вера Истинная Но Такая Какая Свойственна Простому Народу Легко Переменяющему Свои Мысли Иоанна 7 32 36 Услышали Фарисеи Такие Толки О Нем В Народе И Послали Фарисеи И Первосвященники Служителей Схватить Его Иисус Рассказал Им Еще Недолгом Быть Мне С вами И Пойду Пославшему Меня Будете Искать Меня И Не Найдете И Где Буду Я Туда Вы Не Можете Прийти Присемы Иудеи Говорили Между Собою Куда Он Хочет Идти Так Что Мы Не Найдем Его Не Хочет Ли Он Идти В Еленское Расение И Учить Еленов Что Значит Се Слова Которые Он Сказал Будете Искать Меня И Не Найдете И Где Буду Я Туда Вы Не Можете Прийти Толкование Посему Они Посылают Служителей И Таким Образом Предохраняют Самих Себя От Могущей Последовать Опасности А Их Предают В Жертву Ярости Народной Так Они Везде Выгоды Что Вы Говорит Старайтесь Об Отшествии Моем Зачем Гоните Меня Потерпите Немного Времени И Я Взят Буду Хотя Бо Вы И Не Желали Схватить Меня Показывая Что Смерть Его Будет Не Такова Какова У Всех Вообще Он Говорит Куда Я Иду Туда Вы Не Можете Придти И Если Бы Смерть Его Была Обща И Исходно Со Смертью Большинства И Он Должен Был Бы Остаться Мертвым То Он Не Сказал Бы Что Вы Не Можете Прийти И Бо В Общую Смерть Мы Все Приходим Но Как Я Сказал Желая Показать Что Смерть Его Не Такова Как У Всех Он Говорит Что Вы Не Можете Прийти Туда Где Я Буду Словами Будете Искать Меня И Не Найдете Показывает Что Они Будут Желать Его Когда Ж Они Искали Его Лука Сказал Что Многие Женщины Плакали О Нем 23 27 Вероятно Это Чувство Испытали Многие Другие И Особенно Когда Город Был Разрушаем Вспомнили О Христе И Чудесах Его И Желали Его Присутствия Лука 17 22 Говорил О Обо Всем Этом С тем Чтобы Привлечь И Склонить Их На Свою Сторону Рассеянием Они Называли Язычников Потому Что Они Рассеяны Повсюду Ибо Иудеи В древности Не Смешивались С ними Но Собранные В одном Месте В Палестине Поносили Язычников За Рассеяние Повсюду Что Впоследствии Обратилось На Них Самих Ибо Евреи Сами Сделались Поросения Из Иоанна 7.37-38 Последний Живеликий День Праздника Стоял Иисус И возгласил Говоря Кто Жаждет Иди Ко Мне И пей Кто Верует В Меня У того Как сказано В Писании Из-за чрева Потекут Реки Воды Живой Толкование Исайя 12.3 Иоиль 3.18 Первый День Праздника И последний Или седьмой Называли Великими Потому что И закон Последний День Праздника Называл Нарочатым Святым Левитам 23.35-36 Справедливо Он обращается С речью К народу В последний День И тем Как бы Напутствует Его На обратный Путь Домой Ибо Говорить Тем Которые Среди Дня Предавались Увеселением Было бы Неблаговременно Они Не стали Бы Слушать Иисус Возгласил Громко Счастью Для того Чтобы быть Услышан Счастью Для того Чтобы показать Смелость Что он не боится Никого Что же говорит он Кто верует в меня Как сказано В писание Здесь Здесь Должно Остановиться Потом Снова Читать Реки Потекут Из-за Чрева Его Многие Веровали По причине Знамений Он Показывает Что веровать Должно Не столько Из На основании Чудес Сколько На основании Писания Ибо Правая Вера От Писания Посему Он Говорит Кто верует В меня Как сказано В писании То есть Как писание Свидетельствует Обо мне Именно Что я Сын Божий Творец Господь Всего Спаситель Мира Ибо Многие По-видимому Веровали Но не так Как сказано В писании А как им Хотелось Таковы Все Еретики Сказал Что такого Верующего Потекут Реки Из-чрева Реки Из-чрева По-чревам В переносном Смысле Он называет Сердце Как и Давид И закон Твой У меня В сердце Псалом 39.9 Сказал Что потекут Реки Воды Живой А не Река Сим Указывает На обилие И щедрость Благодати Духа Ибо Дух Таков Что в чу Душу Войдет И утвердится В ней Он Заставляет Ее Течь Обильнее Всякого Источника Как у Верующего По-писанию Из-чрева Текут Реки Все Всяки Может узнать Когда обратит Внимание На язык Петра На стремительность Павла И мудрость Стефана Слов Их ничто Не останавливало Но они Всех Увлекали Вслед за Собою Как реки Какие Неудержимым Течением Своим Игнатий Лапкин Комментарии Те Кто делал Нововведение Православную Веру Какую Цель Они Преследовали Знали Ли Они О существовании Библии Правая Вера Отписания Согласно Житей Святых Православные Часто Одерживали Победу Физической Силой Благодаря Связям С мирскими Властями Прибегали К жестокостям По отношению К противникам И к их Физическому Уничтожению Наслаждая Свой Образ Мыслей Правая Вера Отписания Читая Деяния Соборов Причины Расколов Всегда Удивляешься Тому Что Библия Как правило Не занимала Главное Место В такие Ответственные Моменты Правая Вера Отписания Иоанна 7.39 Сие Сказал Он О Духе Которого Имели Приять Верующие В Него Ибо Еще Не Было На них Духа Святого Потому Что Иисус Еще Не Был Прославлен Толкование Евангелист Объясняя Что Такой Реки Воды Живой Говорит Что Сие Сказал Он О Духе Которого Имели Принять Верующие В Него Ибо Еще Не Было Духа Святого Здесь Просит Иной Как Евангелист Говорит Что Не Было Духа Святого То Есть Дано Разве Пророки Не Духом Говорили Как совершали чудеса Отвечаем Бесспорно Пророки Говорили Духом Но Благодать Сия Прекратилась От земли Удалилась Хотя Она действовала Во времена Пророков Но в то время Когда Христос Действовал Во плоти За недостоинство Народа Пророчество Не являлось И благодать Не присутствовала Во святилище И в храме Их А как Действия Духа Тогда не было И оно еще Не имело Быть дано Посему и говорит Что Духа Святого Еще не было То есть Он не обитал Между иудеями И не проявлялся В действиях Что касается До апостолов То они Совершали чудеса Не Духом Но властью Господа Ибо слушай Что говорит Евангелие Намереваясь Послать их Он дал им Власть А не Духа Святого Матфея 10.1 И Лука 10.19 Почему Сколько не совершали Они чудес Они творили Их не Духом Но властью И именем Господа Когда же Он воскрес Из гроба Тогда сказал им Примите Духа Святого Иоанна 20.22 И в пятидесятницу Сошел на них Дух Святой Деяние 2.4 И иначе Сила Духа И прежде Креста Была В пророках И апостолах Но не так Как после Вознесения То есть Не так Щедра И обильно Чтобы сравнивать Ее с реками Посему Евангелист Справедливо Сказал Что еще Не было Духа Святого То есть Излита В таком Изобилии Как В последствии Хотя Он был И прежде Креста Но не В обилии Потому что Иисус Еще не Был Прославлен Здесь Евангелист Славой Называет Крест Потому что Господь Крестом Не изверг Мучителя И воцарился Посему Когда еще Ни крест Не был Водружен Ни грех Упразднен Ни природа Наша Во Христе Не победила Мир И не Примирилась С Богом Естественно Не была Дарована И обильная Благодать Духа Ибо Нужно Было Нам Прежде Соделаться Друзьями Богу А это Совершено Через Крест Потом Уже Получить Дар Божий Подобно Как и в мирском Быту Прежде Человек Делается Другом Царя А потом Получает И дары Итак Благодарение Богу Который Излил На нас Такую Обильную Благодать Какую Не имели И пророки Ибо Пророки Имели Благодать Духа Но Не Уделяли Ионы Другим А Апостолы Исполнили Ею Бесчисленное Множество Людей Все Уд � Продолжение следует...